Продолжение следует... Не знаю почему, причем потом пропала вообще ссылка. Но реально мы сейчас все вместе здесь и смотрю количество людей увеличивается и начинает прибавляться. Сегодня вебинар будет состоять из очень интересных новостей. Во-первых, будем проводить ее мы вдвоем, его Константин Тарнопольский меня зовут, еще раз повторюсь. И мой партнер, мой друг, человек, который многим азам бизнеса в компании Курл Клаб меня обучил, это Александр Завгородний. Это может быть для кого-то будет сюрприз, кто-то может быть еще не знал всех новостей, но реально это так. Поэтому, ну что, хотелось бы еще увидеть плюсики от тех людей, которые недавно только узнали информацию о компании и сейчас присутствуют на вебинаре. Это было бы очень круто, чтобы вы сказали об этом, потому что на самом деле это важно будет для построения нашего общения. Есть такие люди, отлично. Ну что, давайте начнем, начну немножко коротко о себе, как я разобрался в этом бизнесе и я покажу в принципе варианты, которые меня ждали и к которым я пришел. Если говорить о моей истории немножко, да, буквально коротко, вообще в принципе к идее зарабатывать деньги я пришел уже в 14 лет и потому что была причина на это. Причина была одна, нехватка денег в семье у родителей, которые не могли мне дать того, что я хотел на то время. Может кому-то это будет смешно, но банально, банально не было просто даже спортивных штанов хороших, да, потому что мои одноклассники ходили в чем-то в лучшее одетом, у кого-то родители ездили куда-то челноками. Это был 94-й год, чтобы вы понимали, это только-только развалился Советский Союз и кто помнит те времена, молодежь, не знаю, кто-то уже наверное родился позже, чем я тогда начинал деньги зарабатывать. Сейчас много молодежи, большая молодежная организация. Но это было правда. Походы с педром мыть машины, первые деньги, первые штаны, первые заработки, но потом поступление в техникум, учился вообще на радиотехнике, должен быть радиомастером. Закончив техникум электронных приборов в 99-м году и начал работать. Начал работать, причем начинал работать курьером, менеджером, ну я называю старшим куда пошлют. И это нормально было для меня в то время, потому что я понимал, что я в институт не хочу идти по одной простой причине, у родителей не было денег оплачивать мое обучение. И как говорил мой отец когда-то еще, что вступник в 18, ты будешь думать, как зарабатывать деньги. Я с этими мыслями жил и как только закончил техникум, мне тогда было, как раз в 99-м году мне было 19 только осенью, поэтому в 18 лет начал работать. Начинал работать и я благодарен человеку, который мне в принципе показал возможность, что есть другая жизнь, это Сергей Афанасьев, это моя сестра, которая в принципе по ее ходатайству меня взяли на работу. Я начал видеть ту жизнь, которая мне нравилась. Машины, какие-то шмотки на то время лучше, очки, джинсы какие-то фирменные. Я начал понимать, что я реально не хочу быть постоянно рабочим, я не хочу работать на работе и многие люди к этому уже пришли. И хотя нас учили с детства по-другому, меня учила папа, мама и папа учили, что сынок хорошо учишь в школе, найдешь хорошую работу. Да, я закончил 9 классов, она отлично, я хорошо учился, вопрос хорошая работа, у меня была курьер и менеджер. Вот в принципе такая участь ждет многих ребят, которые на самом деле не имеют родителей, которые могут там продвинуть. И это правда, по факту. И сейчас смотришь, заканчивают институт, заканчивают там училище, техникум и неважно, колледжи. И если нет возможности обучаться дальше или там продвигаться на какие-то профессии там супер модные, то ребята идут работать официантами, барменами, курьерами точно так же, как и когда-то. Ничего не поменялось, все одинаково. И глядя на это, я понимал, что в то время, что я хочу жить по-другому. В 20-м год я принял решение стать предпринимателем, и 20-м год начал заниматься иммиграционным бизнесом, благодаря которому у меня в принципе изменилось качество жизни. И опять же, почему оно изменилось? Потому что я всегда старался делать свою работу качественно. Потому что только представляя качественные услуги, ты можешь реально надеяться на обратную рекомендацию и приход повторных клиентов к тебе. И к 28-м годам это в принципе уже была другая картинка жизни. Это уже были офисы по Киеву, это уже были машины, это были путешествия. Благодаря иммиграционному бизнесу я имею вид на жительство в Италии. И меня вообще судьба связалась с Италией, начиная с 99-го года в принципе с итальянским посольством. И сейчас у меня много друзей и партнеров в Италии. Я очень благодарен вообще этой стране и людям, которые вообще есть. И сейчас даже находятся здесь, мы видим флажки, у нас разные страны. И Англия, Италия, и Украина, и я думаю там есть и Чехия, и Белоруссия. И много стран сейчас. И это реально круто. Это говорит о том, что наш бизнес не имеет границ. И сейчас мы об этом тоже поговорим. После 30 лет, когда мне стукнуло 30, я задумался о том, что я уже не совсем хорошо выгляжу для своего возраста. Я уже был таким телепузиком 105 килограмм веса. У меня был один большой куб на прессе. И я реально понимал, что мне нужно делать что-то с собой. Начал заниматься спортом, опять же поставил себе цели. Поставил себе цели увидеть кубики на прессе. И в принципе мне это удалось, потому что за 20 лет я вышел на ту форму, когда мне тренер сказал, Кость, ну если ты поставил цель увидеть кубики на прессе, почему не участвовать в соревнованиях? Я начал участвовать в соревнованиях. Начиналось все с чемпионата по бодибилдингу, чемпионат города, потом Украины, и потом была Европа. И вот от соревнований к соревнованию подходил к лучшей форме. Это, поверьте, нелегко. Это самоконтроль, просто бешеный. Это три тренировки в день. Это сушка, это нехватка углеводов. И кто знает, кто немножко сталкивался с этим, тот меня поймет. Но четвертое место на Европе, я считаю, это хороший результат для меня был на то время. И на следующий день я почему начал говорить о спорте? Потому что в данном случае кого-то из новых людей пригласили люди, которые уже разобрались в том, что происходит у нас в компании, чем занимается компания. Для меня коралловый клуб, это стал пиковым пониманием темы здоровья, потому что в спортзале мне научили правильно пить воду, мне научили правильно питаться, разбираться в питании, разделять белки, углеводы, жиры, сложные от простых. И будучи уже опытным, я начал в этом вникать, разбираться. И потом пришла информация про коралловый клуб. Причем пришла она ко мне, наверное, не так, как каждому, потому что мне вообще рассказал человек, который у меня тогда помогал по дому. Просто про человека, который катается на Мерседесе, проводит конференции, занимается какой-то водой. Мне, как предпринимателю, было просто интересно разобраться в чем. Мне было интересно разобраться в том, что такое, что за продукт, как это работает как бизнес. И я начал вникать, начал вникать, разбираться. Была встреча потом с Александром Завгородним, который мне открыл это все на следующий день. Доразбирался до того, что у меня бизнес в 15 странах и более 80 человек, которые мне помогли выйти на доход. В чем стучь? Что мне было интересно и что я хотел для себя найти, я нашел. Я всегда мечтал о том, что сделать такое, что найти такое, что будет работать автономно без меня. Потому что когда я строил дом в 2008 году, причем такой тяжелый год, начало было очень веселое, строительство дома. Конец года, было начало кризиса, когда курс доллара прыгнул с 5 до 9. И я возле дома, когда строил дом, захотел себе свое собственное озеро. Почему? Потому что я реально люблю рыбалку. Это мое хобби, которым я начал заниматься профессионально, причем начал заниматься спортивной рыбалкой. Я думал, что вот, я буду ловить рыбу, приезжать в офис, снимать кассу, как говорится, между предпринимателями. И получать доход, как бы и пенсии от 30 годов не обеспечено. Но не тут-то было, пришлось задуматься, пришлось будоражить мозг. Причем от кризиса к кризису этот мозг у многих будоражится. Причем, если вы не заметили, можете отсчитывать по 7 лет. Каждые 5-7 лет начинается новый кризис. И, как правило, очень многие люди об этом постоянно говорят. Но я хочу сказать одно, то, что я сейчас понял. Что кризис у нас в голове. И не важно просто, чем, что происходит в мире. И запомните фразу, которую я когда-то купил для себя и пользуюсь этой фразой. Ни одна финансовая, экономическая, политическая ситуация в стране не сможет повлиять на ваш бизнес. Если вы действительно нашли ту нишу, то то, что вас ведет к тому, о чем вы мечтаете. Кораллоклуб это та компания, которая легла как перчатка мне на руку. Я реально понимаю сейчас, что это просто клондайк для тех ребят, которые поймут, для предпринимателей. Потому, что в данном случае, во-первых, для меня было очень важно, чем я буду заниматься. То есть, тема воды и тема питания. Окей. Тема воды на сегодняшний день все понимают, что воду с крана уже никто не пьет. Те, кто поумнее, да. То есть, люди, которые уже разобрались в этом всем. Хотя я 20 лет назад еще пил воду с крана. Будучи там студентом, подростком. Я дед остановился, там и попил. Хотя мальчики аккуратно с крана пить воду. Хлорка приводит к импотенции. То есть, в следующий день все люди понимают, что воду покупать надо. Воду надо чистить. Воду надо бутылировать, фильтровать. Не знаю. То есть, вариантов нет. Вопрос, к чему это приводит. Это один момент. Но Кораллоклуб профессионально подходит к теме воды, к теме питания. Теме здоровья глобально в цену. Поэтому я увидел еще одну фразу. Еще одну фразу, которую я пользуюсь и понимаю сейчас. Что для того, чтобы продвигать что-то на рынке, нужно дать людям то, с чем у них проблемы. Чтобы на это был спрос. Проблемы со здоровьем были, есть и будут всегда. Это вечная ценность. Люди как пили воду или хлеб, так и будут пить воду из хлеб. Потому что все меняется в жизни. Вообще технологии. Представьте себе 20 лет назад проводить такой вебинар через камеру, через интернет. Это было непонятно. Сейчас это реально очевидно. Это просто доступно каждому человеку. Вы сейчас, все сейчас смотрите с разных точек мира. И я могу делиться информацией. Поэтому, но один момент. Вы как пили воду или хлеб, так и будете пить воду из хлеб. То, что сейчас уже невооруженным глазом видно, как помолодели болезни. Это факт. Уже молодежь, подростки уже имеют кучу проблем. У меня 3 года назад, когда я узнал о компании, чуть больше 3-3 месяца. У меня уже было души у ребенка. У меня были вопросы по здоровью у мамы сильные. У меня папа гипертоник. Причем очень много лет был. Теща при инфарктном состоянии. Куча, в принципе, куча проблем, как у всех нормальных людей, как я тогда считал. И будучи уже успешным, я не мог решить вопросы финансово. Потому что мы могли, я мог себе позволить уже серьезные расходы в плане здоровья. Но я не понимал, что делать. Потому что нас не учили с детства этому всему. Нас учили с детства. Максимум это очистить зубы, мыть руки. Все. До сих пор этому учат. И всем кричат, всем рекламам, по телевизорам. Занимайтесь самолечением. Только никто не говорит, как заниматься здоровьем. Потому что лечение и здоровье совершенно разные вещи. И если кто-то еще этого не понимает. Ребята, просто поймите, что если вы будете здоровы, вам врачи не нужны. Врачи нам нужны, как пожарники, тушить пожар. И это реально факт. То есть мы идем к врачу тогда, когда припекло. Мы начинаем заниматься здоровьем тогда, когда припекло. Но в данном случае мы не ищем больных людей. Мы ищем умных людей. Тех, кто понимает, что сегодня лучше по чуть-чуть на каждый день инвестировать в себя. Чем ждать, пока ты будешь лечиться. Почему? Немножко объясню вам, как это может выглядеть. И как можно даже людям объяснять. Если взять вас и взять во все ваши цели, мечты. Как правило, они в большей степени материальны. Потому что я еще не видел ни одного человека, который хочет понизить свой уровень жизни. А второй момент, все стремятся к чему-то лучшему. И постоянно увеличивают свои запросы и цели. Причем, находясь на определенном уровне жизни, мы к этому привыкаем и нам хочется больше. В принципе, это нормально. Это природные вещи. Потому что природа всегда стремится к развитию. Если мы не развиваемся, мы деградируем и умираем. Все. То есть этого не будет. Причем цели должны постоянно быть, увеличиваться. И для меня цель сейчас вообще выходит за рамки моей жизни. И об этом отдельный разговор. И я реально хочу, чтобы мной гордились. Я хочу, чтобы мной, не знаю, быть примером своим детям, близким, окружающим. И реально это очень круто и вдохновляет. Потому что для меня Крайловый клуб это не просто бизнес. Это намного больше. Это образ жизни. Когда я это увидел, я понял, когда мы начали пробовать продукт, я увидел, у меня открылась картинка будущего, видение всего этого. Потому что у меня открылись рынки, которые просто безграничны. Потому что ресурс идеально бесконечен. Люди, как пили воду, ели хлеб всегда. И это то, чем я сейчас занимаюсь. Чем занимаюсь я? И чем занимаются многие из тех, кто сейчас слушают? Для тех, кто первый раз объясняю. Мы занимаемся организацией системы сбыта на базе готовой сети магазинных компаний по всему миру. Что мне было важно? Что я не вкладываю деньги. Я не занимаюсь сертификацией, логистикой, доставкой, налоговой, пожарниками, бухгалтерией. Не нет границ в этом бизнесе. Skype, Viber, WhatsApp, интернет-ресурсы, все границы. Я могу пообщаться с любым человеком в любой точке мира. Это факт. Вопрос. Найти тех людей, кому это будет интересно. На следующий день тема воды интересна многим. Причем, где бы я ни был, я много путешествую. Даже, будучи в Европе в поездках, на круизном лайнере. Я могу общаться на тему воды. Потому что тема воды на самом деле уже многим актуальна. И рынки, они безграничные. А если взять еще глубже к окну, то вы разберетесь и поймете. Можете порыться информацией, что на планете из 100% воды 1,5% питьевой. И вы понимаете, к чему это ведет. А у нас есть то, что ничего нет ни у кого. Потому что мы имеем эксклюзивный продукт. И с точки зрения бизнеса, это мне было очень важно. Бизнес, любой бизнес. Опять же, давайте акцентируем внимание. На работе денег больших не заработаешь. Вопрос. Деньги есть только в бизнесе. Вопрос. Чем заниматься, чтобы быть свободным человеком? Бизнесом. Чтобы быть финансово независимым бизнесом. Для многих слово бизнес страшно. Тот, кто хоть что-то купил и перепродал хоть раз, вы уже предприниматель. Опыт предпринимательства у вас уже есть. Поэтому. В данном случае, мне было что классно в компании Крадоклуб. Что мне нужно покупать дешевле, продавать дороже. Я этим не занимаюсь. И в принципе, никому не советую. И никто в принципе в компании этим не занимается. Моя задача обучить людей пользоваться продуктом. На базе готовости к магазинам компании. Причем не важно, опять же, где человек живет. Окей. Второй момент. Что мне было важно. То, что... И что вам надо понять. Что бизнес это три простых вещи. Это... Первое. Это... Продвижение продукта. Откуда деньги в бизнесе. Это процент с товарооборота. И третий момент. Это организация труда других людей. Только в данном случае мы формируем партнерские сети. Партнерские сети. И это... О чем говорит? Что я не ищу наемных рабочих. Я не ищу людей, которые хотят прийти заработать деньги, как на работе. Это не работа. Любой бизнес требует времени и усилий. Да. Невозможно прийти вот так вот заработать деньги. Откройте магазин какой-то. Да. Вы должны вложить деньги. Пройти точку безобыточности. Точку ноль. Реинвестиции. Реинвестиции, постоянные процессы. Очень многие бизнесмены уже понимают, что не имеют бизнес, а бизнес имеет их. В данном случае у меня нет этих рисков. Время вы скажете. Время вы и так тратите. Вопрос куда его тратить. И только в данном случае, когда я общаюсь даже сейчас с вами, я не считаю, что я трачу время. Я инвестирую время в тех людей, которым интересно развиваться вместе со мной. То есть, да, поэтому даже те ребята, которые вас пригласили, это те ребята, которые готовы вас инвестировать в время. В данном случае я выступаю в роли тренера, потому что вот почему я про спорт вам сегодня рассказывал. Потому что для меня бизнес и спорт вообще одинаковые вещи. И если вы приходите в спортзал, да, все же понимают, что если ты пришел в спортзал и озвучил, я хочу стать олимпийским чемпионом, тебе нужен тренер. А, раз. Третий момент, тебе нужно впахиваться на тренировках. Два, потому что чемпионом стать непросто. То есть, да, это... И причем расти вы будете как от соревнований к соревнованиям. Это три. И постоянно набираться опыта. Поэтому это было не очень важно, а очень понятно. Те, кто первый раз, можете разобраться потом глубже. Есть мой ролик. Есть ролик Александра Забгородня в интернете. О чем мы будем сегодня говорить. И по поводу практических вещей мы еще сегодня будем общаться. И сейчас я хочу передать слово тому человеку, который меня обучил, азам этого бизнеса, который показал мне то, что это масштабный бизнес, что это реально бизнес без границ, что это просто миллиардный рынок. И человек, который мне помог разобраться и стать самостоятельным лидером в этом бизнесе. Это человек, который на сегодняшний день ждут в разных городах и странах. Это человек, который только буквально недавно вернулся с поездки. Я его сменю в поездках в дальше регионы. Хочу вам сейчас пригласить сюда. Человек, который поделится с вами практическими навыками и знаниями. Годами опыта. Александра Забгородня. Меняемся. У нас домашняя атмосфера. Это у меня дома. Причем Константин... Всех приветствую. Я сразу к делу. Константин буквально вчера мне предложил провести этот вебинар вместе с ним. Он завтра уезжает в дальнюю поездку в Израиль. Я говорю, круто тебе. В теплые края поедешь. Ко я там температура 20. Купаться вряд ли, но тем не менее. Страна очень классная. Я только вернулся оттуда недавно. И там сейчас очень активно все развивается. Ну и собственно перед отъездом решили вместе этот вебинар провести. Пообщаться с вами на темы, которые я уверен для вас они важны. Первое Константин, я так понимаю, это было вступление для тех людей, которые совсем первый раз, чтобы немножечко войти в курс дела. Чем мы занимаемся. Ознакомиться с идеей. Хотя мы приглашали людей, наверное, только тех, которые уже знакомы с первой информацией. Там смотрели видео. Возможно на первой встрече были. Вот. И сейчас дальше у нас вторая часть. И хочется поговорить очень конструктивно. Знаете как, уже по-серьезному и по-деловому. С точки зрения развития, о своих планах вам, наши планы. Ну и соответственно с вами поговорить о том, как мы можем с вами вместе взаимодействовать. Дальше при нашем развитии. Пожалуйста, кто смотрел мою последнюю трансляцию в Фейсбуке. Либо же потом запись на Ютубе. Там, где я рассказывал результат. Она вернулся из Братиславы, из Италии. Поставьте плюсиками. Пожалуйста, кто смотрел. Кто не посмотрел, поставьте минусы. Несколько минусов, чтобы тоже было заметно. Екатерина не смотрела. Алексей не смотрел. Игорь. Билок не смотрели. Ребят, вариантов несколько. Первый из них посмотрите. Либо зайдите на Фейсбуке. Это за дня 5 тысяч просмотров набрало. Причем самое интересное, знаете, как абсолютно спонтанная встреча. Я между тренировкой сел. Думаю, дай-ка я пообщаюсь и расскажу о результатах своей поездки. Как-то это вызвало очень огромный интерес, внимание. В первую очередь, потому что те масштабы и те цели, которые мы сейчас будем реализовывать вместе с вами, это действительно, ну, очень серьезно вдохновляет. И основной результат моих поездок после Европы, сейчас встречи, которые продолжаются в Киеве, я считаю, это такой совершенно новый виток в развитии по той причине, что люди, которые реально в жизни, которые очень многого достигли. Бизнесмены, предприниматели, у меня буквально недавно была встреча со владельцами эпицентра. Ну, в общем, люди, которые владеют сетями, там, кто-то сетью ресторанов, у кого-то другие виды бизнеса, не имеет значения. И все эти люди рассматривают наше предложение как развитие. Да, с моей стороны, они все говорят как один, да, нам нужно попробовать, нам нужно увидеть на себе результаты, понимать, что это ценность. Причем, знаете, это, наверное, как бизнесмена, он в первую очередь рассматривает идею, ее жизнеспособность, ее перспективность, ее идею. И он понимает, что если это работает, и это будет приносить пользу людям, она будет продвигаться. И на этом можно очень серьезно развиваться и зарабатывать большие деньги. Кого именно эта зона сейчас интересует. Вот, Андрей написал, мы ее даже законспектировали. Спасибо, Андрей. Ну, это для меня один из лучших комплиментов, когда такие лидеры тоже обучаются. Я очень рад. Хорошо. Вот, и сейчас такая новая волна и новая тенденция, которая привлекает сейчас людей в разных странах. У нас сейчас такой темп и такая загрузка, которой не было, наверное, за все 9 лет моего опыта в этом бизнесе. Я только вернулся с Европы, Константин сейчас летит в Израиль. Я через несколько дней буду ехать в Белоруссию, потом возвращаюсь, у меня тур по Украине. 1 числа мы летим в начале, через Ниццу, Амстердам, мы летим в путешествие у нас будет Средиземное, прилетаем. Потом у меня по плану ближайшее, это Германия я буду лететь, в Гамбург, я вот сейчас озвучиваю уже, пишите эти даты. Гамбург это будет, скорее всего, начало, может быть, апреля, посмотрим. Потом будет конференция в Будапеште, потом Израиль, опять же, по плану. То есть, очень такое масштабное международное развитие. Если сейчас максимально по делу, то предлагаю отнестись ко всей Амстердам, мы будем пролетать, мы будем, скажем так, у нас будет один день в Амстердаме, Голландии, там есть возможность у меня будет встретиться с людьми. Поэтому, Игорь, если люди готовы, они могут подъехать, я готов с ними пообщаться. Хотя, выпускаю даже в процессе, мы хотим и город немного посмотреть, но в процессе точно, я думаю, мы найдем время и пообщаемся. Вот, и сейчас предлагаю рассмотреть идею, о которой вам говорил Константин, с нескольких сторон. С одной стороны, да, можно ее рассмотреть просто как идею здоровья. С другой стороны, это можно рассмотреть как хобби. То есть, это просто тема, которая абсолютно ни к чему не обязывает, это идет параллельно с вашей жизнью, и так или иначе, эта тема будет развиваться. У нас, вот, как пример, одна из встреч была в Будапеште, я встречался с мэром города. Вот, он пришел на продукт, он получил обалденный результат. Он говорит, у меня на полке там стояла куча всяких препаратов, медикаментов, сейчас у меня на полке пыль. Я знаю то, что этот продукт работает. И он сейчас там все окружение, его спрашивают, с чем он занимается. Он просит, правда, информацию. Мы сейчас переводим на разные языки, готовим материалы для развития Европы в разных странах. Вот, и он дает рекомендации. У него появляются люди, которым интересна эта идея как развитие. Но в любом случае, это рекомендации. То есть, это рекомендация, это хобби, мы можем работать с этими людьми, мы можем развивать, но это отдельная история. Да, это вам интересно, но это, понятно, менее перспективно с точки зрения развития. И вот третья возможность, а вот это вот наши амбициозные планы, я вам их озвучу. Ближайшие наши планы нас интересуют 1% людей. 1% людей в каждой стране. Для любого предпринимателя или бизнесмена он скажет, Саш, ну ты прям замахнулся, это очень серьезные цифры. А я абсолютно точно и объективно знаю, что это реально. Очень простой пример. Если мы возьмем в мире смартфонов, айфоны, да? Ну, явно больше, чем 1 человек из 100... Ух ты, это что-то такое аж проглючило. А, это Константин что-то отправил. Куча сообщений, думаю, кто это так напечатал. Константин скинул сейчас информацию по поводу Израиля, по поводу его поездок. Так, ну, я дальше ему передам слово, он более детально расскажет, как все будет происходить с точки зрения Израиля, да, какие его планы. Вот, а я вам назову некоторые свои факты, некоторое свое видение. Первое, я вижу в нашей идее колоссальное будущее, по той причине, что, ну, не буду сейчас повторяться, да, это рынок воды, это рынок питания, это рынок здоровья, люди придут к этому. И вот точно так же, как айфоны в мире смартфонов считаются такими флагманами, не будем сейчас спорить, да, о конкуренциях. Это, как бы, одна из самых известных фирм, рядом с Самсунгом и другими. Как минимум, я не знаю, 5% людей, сколько людей нужно будет посмотреть в каждом городе, взрослого населения, скольких людей, сколько людей пользуются айфонами, или сколько людей, как минимум, слышали. Саш, напомнишь, пожалуйста, о трех вещах, которые бизнесмены не могут себе позволить. Григорий, да, напомню, хорошо. Вот. И об айфонах знают все. Идея такая, чтобы о нашей теме, о теме воды, о теме питания, о теме смартфуд, о нашем функциональном питании, узнал 1% в каждой стране. По той же самой Словакии на 5 миллионов человек это 50 тысяч человек. 50 тысяч человек, которые хотя бы 1 евро в день инвестируют свое здоровье, просто как альтернатива, перенаправить свой бюджет из магазина и из покупки вредных вещей на здоровье. Все очень просто. Вот оно, позиционирование наше. Это товарооборот 1,5 миллиона евро на одной Словакии. Это абсолютно реально. Кто говорит невозможно, посмотрите историю других компаний, посмотрите историю товарооборота и вообще индустрии, DSA. Вы можете посмотреть, что все компании, которые развиваются по типу рекомендаций так называемого сетевого маркетинга, разные принципы, не будем сейчас говорить о том, как это все происходит. Все они относятся к ассоциации DSA, ассоциации прямых продаж. Так вот в этой индустрии на сегодняшний момент товарооборот 250 миллиардов долларов годового товарооборота. С этим сегодня никто не поспорит, это 100% аргумент и факт. И все говорят о том, что эта индустрия самая динамично развивающаяся сейчас в мире. Следующий момент, эта профессия сейчас вводится в реестр государственных профессий, этому обучают. В том числе в Оксфорде, в Гарварде, об этом обучают во многих странах. Эта профессия всемирно признанная сегодня. Это профессия человека, который способен продвигать любую идею на разные континенты и страны. Компания для нас является партнером. Все очень просто. Именно поэтому, понятно, мы ищем людей, с которыми мы эту идею будем дальше развивать. Будем развивать, ну и соответственно, кто будет первый, благодаря через кого узнает об этом колоссальное количество людей. И теперь, вот с точки зрения идеи самой, несколько важных факторов. Первый момент. Да, нужно разобраться. Вот давайте так, те, кто первый раз сейчас. А, ну да, давайте вот, Григорий, отвечу на вопрос по поводу разговора с бизнесменами. Три вопроса, которые я задаю любому предпринимателю, который статусный, там много чего достиг, приехал на хорошей машине на встречу. Три вопроса, которые раскрывают суть того, чем занимаются. Первый вопрос. Скажите, можете ли вы удвоить или утроить свой бизнес там в течение полугода, не вкладывая оборотных средств? Это первый вопрос. Большинство людей говорит нет. Как вы понимаете, я на этот ответ могу 100% ответить да. У меня сейчас пример Натальи Швырина, у Константина куча примеров, он может поделиться, расскажет. За последние три месяца увеличение товарооборота плюс 350% в месяца, которые считаются там пьяные, да, у нас январь, очень веселый месяц, декабрь, ноябрь, 350% прироста в организации. То есть это для любого предпринимателя, это огромные цифры, без вложения оборотных средств. Это первое. Второе. Можете ли вы свой бизнес оставить в течение там на полгода, на год, и чтобы он работал без вашего участия? Вторая половина говорит нет, я не могу это сделать, я свой бизнес по частям не соберу. То есть пассива так называемого нету, никаких гарантий. И третий вопрос. Можете ли вы свой бизнес вывести в разные города и страны? Почему? Чем более он, скажем так, более масштабен, чем больше он охватывает стран и регионов, тем больше он стабилен. Мы знаем это прекрасно. Поэтому это одна из целей любого предпринимателя, хотя реально, но это может сделать, наверное, один из сотни, и то в лучшем случае. Это отдельная страна. В нашем распоряжении 189 стран. И один из примеров, о которых мы общались с Дмитрием Скачковым, это человек очень высок, большого бизнеса, больших результатов достиг. Одни из преимуществ, которые мы для себя раскрыли, когда мы с ним общались, это то, что реально в большинстве бизнесов очень тяжело спланировать свое развитие в течение полугода, в течение года. Сколько у тебя будет, что нужно для этого создать. То есть это все примерные планы. Но в большинстве случаев они не реализуются. В нашем случае все наши цели зависят только от нас. И можно любую квалификацию, любое развитие просчитать с точки зрения развития. Итак, а теперь с точки зрения давайте поговорим с вами, нашего с вами взаимодействия и позиционирования. Первое. Если вы только познакомились с этой информацией, с чего я вам рекомендую начать, можете себе записывать. Итак, первое. Я рекомендую начать с идеи. Разберитесь с продуктом. Посмотрите, как это работает. Посмотрите, какие люди результаты получают. Добавьтесь в группы наши по здоровью. Напишите просто от себя, друзья. Поделитесь своими результатами, фотографиями. Вы увидите, как масса людей вас начнет засыпать своими примерами. И мой... Оксана, как правильно звонить людям? Почему многие говорят нет? Если соглашаются, то не прибыль. Может, я что-то неправильно говорю, а может, не тот контингент людей. Если не тот контингент, то где найти тот, заранее благодарю. Ой, слушайте, мы хотим... Наша встреча, этот брифинг сейчас будет превращаться. Мы отдельно... Давайте мы сделаем так. Мы отдельно назначим время. Я обозначу этот вебинар. И мы сделаем брифинг. Где вы можете позадавать вопросы. Я буду на них отвечать. Фейсбука, трансляцию я сделаю, чтобы это прям максимальное количество людей к нам присоединилось. И заранее я сделаю анонс, и люди смогут присоединяться. Давайте вот так сам. Так и сделаем, что наша встреча очень надолго затянется. Я с радостью отвечу на эти вопросы. Тем более, что когда я начинал эту тему развивать, я начинал с маленького городочка, 70 тысяч населения, 19 лет, не имеющие опыта общения, знакомств, друзей, интернета. Ну, реально, позиция, при которой большинство из вас посмотрели бы на меня и сказали, «Парень, не мучайся, оставь, живи как жил, оставь это дело, не нужно тебе потом бы зачаровываться». Большинство из вас бы так сказали, да и я бы сам себе точно так же сказал. Такая отдельная тема. Тем не менее, у меня получилось. Почему? Есть определенные законы, есть определенная концепция, ты это делаешь, ты будешь развиваться. И очень интересный момент. То есть, первое, вы должны разобраться с самой идеей. Это первое. Второе. Человек, который вас пригласил или познакомил с этой информацией, ваша задача позвонить ему, встретиться и отдельно, в скайпе, либо лично, сесть и прямо час, полтора часа, сколько нужно будет, проговорить, с чего начинать. Саша, ну скажи, что это смело Черкассы. Да, это город смело, Денис. Черкассы, да. Денис Черкассов находится, да, и причастность такая некая. Да, это город смело. Мой первый регион это были Черкассы, это для меня был самый большой город, с которого для меня была Черкасса, там осилить его, это такой город большой. А сейчас видите, 17 стран, разные континенты. Поговорка такая, глаза боятся, руки делают. Если ты увидел, что эта идея классная, она работает, вот есть определенная стратегия, начинай делать и все, не заморачивайся, будет результат. Доверься просто людям, которые тебя сюда пригласили. Убедись, что продукт работает для начала. Итак, первое, начинаем с продукта. Второе, с человеком вместе садиться и вместе начинать прорабатывать концепцию развития. Причем, вот как я сейчас работаю со своими партнерами, у меня есть ребята, я не знаю, присутствуют они сейчас или нет, или в записи посмотрят. Артем и Максим в Гамбурге, они живут в Германии. Ребята, которые не имели громадного опыта ведения прямо именно вот этого бизнеса. Они всю жизнь занимались своим здоровьем. Ну, в общем, люди не пришли, у которых готовая сеть или мега-возможность. Они начинают действовать, и мы с ними договорились, что мы каждый день будем на связи. Нет дня, чтобы мы не созвонились. Это первое. То есть, мы постоянно взаимодействуем. Второе. Мы с ребятами общаемся, и мы анализируем, что они сделали, как быть более эффективным. Третье. Я помогаю для них проводить встречи для их людей, то есть, когда назначаются эти встречи. И четвертое. Мы спонировали мой приезд к ним. Они в Гамбурге живут, мы еще лично друг друга ни разу не видели. Но мы с ними начинаем работать. У них в этом месяце товарооборот, ну, давайте так, кто не понимает, что такое там внутренняя наша валюта в баллах единицы измерения, ну, это порядка там 3-4 тысяч долларов в месяц товарооборот. За первый месяц работают. То есть, это все происходит вместе с наставником, вместе с человеком, который вас пригласил к этой теме. Конечно, нужно соответствовать. Конечно, нужно проявиться. Потому что, ну, для меня это самый главный вопрос, кого инвестировать свое время. Я был в момент, когда я ошибался. Я инвестировал время не в тех людей. Они-то неплохие люди, это хорошие люди, но просто они к нашей теме не готовы. Я больше хотел, чем они. Это очень интересный момент. Поэтому вопрос цели и вопрос видения человека, наверное, один из самых ключевых моментов. Итак, это второй пункт. И третий. Вы начинаете с ними прорабатывать. И дальше, что именно, то есть, начиная от списка, где брать людей, как звонить, как приглашать людей на встречи, это вот та стратегия, которая должна выстроиться. Основную концепцию, которую я хочу вам передать, чтобы она вам в голове отложилась. Концептуально, чем мы занимаемся? Мы продвигаем технологию оздоровления. Мы продвигаем концепцию питания, потребления, благодаря которой человек действительно может полностью контролировать свое здоровье. Ведь у нас есть два выбора. Либо ты контролируешь свое здоровье, либо врачи контролируют твои болезни. Все тебе решать. Все очень просто. Каждого ожидает рано или поздно этот выбор. Поэтому, мы продвигаем идею, философию. Это то, чем мы отличаемся глобально на международном рынке. Кстати, с точки зрения товароборота нашей индустрии, 250 миллиардов долларов годовых, десятки, сотни миллионов уже в этой теме в мире. Представьте, чем-то пользуются, понимают, что идея классная. А теперь представьте, у нас есть идея и тема, которая не конкурирует ни с одной из компаний в мире. У нас есть вода. У нас есть комплексный подход к здоровью человека. Этого нет больше ни в одной компании мира. Я готов это очень аргументированно показать любому человеку. Почему наша идея, она имеет преимущество. Причем не на эмоциональном языке, а чисто по фактам. То есть, мы можем выйти в любую существующую уже сеть. Мы сейчас вот только что говорили с Андреем Лицепаромичем. У него пришли ребята с другой компанией, которая без определенных ценностей. Давайте так. Вы знаете, что любая идея, если она не имеет в почве, в фундаменте пользы для людей. Светлана, это вопрос того, как вы позиционировали эту идею. Компания Коралловой Клуб полностью, концепция, рекомендация она осталась. Но по подходу, по продуктовому наполнению, по продвижению идеи кардинально другие вещи. Это сказал человек, который не разбирается. Либо же он просто хотел оправдать свой отказ, почему это и не нужно. Я никогда не буду спорить ни с одним из людей. Я настолько ценю и уважаю то, чем я занимаю. Я не буду опускаться до того уровня, чтобы кого-то переубеждать. Это его выбор. Живи как жил. Продолжай пить свою воду. Ты считай, что у тебя хорошая вода, замечательно. То есть, вот это вот, знаете, как уважение к той идее, которую ты продвигаешь. В конце концов, кто-то должен ходить в Макдональдс, ходить в аптеки. Я не знаю, там, да, и для кого-то что-то индустрия тоже есть. Это выбор. Мы говорим хотя бы про 1% людей в каждой стране. А мы знаем, как это создать. Однако, абсолютно все компании занимаются БАДами. Замечательно. И эта тенденция охватывает весь мир сейчас. И будут заниматься, и масса компаний будет новых появляться. Но все БАДы будут запиваться водой. Причем, чем качественнее вода, тем больше эти БАДы попадают в клетки, в ткани. У меня было свое производство. Я могу об этом очень авторитетно заявлять. Я знаю, что такое ГОСТы. Я знаю, что такое Санапины. Я знаю, что такое ГОСТы Англии. ГОСТы, данные Всемирной Организации Здравоохранения, в которых прописано 150 параметров. Я изучал это. Я тестировал качество воды. И я знаю, что то, что делает коралл с водой, это не делает ни одно устройство в мире. Попробуйте, кто еще не начинал с воды. Вы увидите реально на себе результаты. Можете поставить плюсиками, кто уже получил результаты на коралловой воде. Может быть, какую-то эмоцию одну в одном слое можете написать. Для тех людей, кто первый раз. Могут послушать. Итак, значит, мы продвигаем, ну вот, питьевая сода. Игорь, будет вопрос, если по теме я могу рассказать, что такое сода и так далее. Ну, вон, видите, у нас масса. Почерки не жалко. Посмотрите, да. Можете обратиться ко мне напрямую через соцсети. Ну, вон, видите, масса результатов. В группах можете эти вопросы задать. Не знаю, в интернете, на форумы зайти. То есть, посмотрите только мнение людей, которые реально адекватно к этому отнеслись. Спасла вода, вернула по сути их жизни. Ксения Фомина. Жду посылку. Виталий пишет. Замечательно. Ну, у вас будет свой первый опыт. Вы реально по-настоящему откроете для себя опыт, что такое коралловая вода. А теперь смотрите идею. Мы продвигаем эту идею массу. У меня когда-то был спор с врачами, которые были у меня в организации. Есть сейчас. Причем разговор был такой. Саш, мы занимаемся лечением. Мы лечим людей. Это наша профессия. И мы хотим помогать другим людям. Это наше призвание. Ты занимаешься бизнесом. Ты вот это все организация там и так далее. А я задаю такой вопрос. Я говорю, скажите тогда у меня к вам вопрос. Вы занимаетесь этим 5 лет. Скольким людям вы помогли за последние 5 лет? Ну, реально. Сколько людей изменили концепцию питания, здоровья, которые получили результаты на себе? Сколько таких людей? 100, 200, 300 человек. Сколько можно помочь людям в одиночку? Вот он человеческий ресурс. А теперь представьте, что в моей организации, если я сейчас посмотрю всех потребителей, это больше 10 тысяч человек. А теперь вопрос. Я не врач. Я не занимаюсь лечением. Но я передаю людям концепцию. С одной стороны концепцию здоровья, с другой стороны. Я нашел людей, которым понравилась эта идея, как продвижение. И я научил их передавать эту информацию дальше. Вот она модель. Какой-то звук такой? Показал очки, какие-то посторонние звуки идут. Вот развитие нашей идеи. И вопрос самый главный. А каким образом донести с одной стороны концепцию здоровья, питания и продвинуть эту идею как минимум в своем окружении? Причем, Саш, как ты себя настроил, чтобы больше отдаваться людям? Я отдаюсь людям, да? Григорий, я к этому отношусь всегда очень просто. Я отношусь к этой идее, я даю человеку шанс, я даю человеку информацию. Он сам решает, что с этим делать. Я понимаю, что в нашем бизнесе, как и в любом другом, есть законы, есть статистика. То есть из количества контактов, с которыми мы общаемся, абсолютно адекватно будут те, которые эту идею не услышат. Кстати, не услышали сейчас, услышат позже. Поэтому очень важно сохранить отношения с человеком, да, и не наседать. Единственное, когда вас будут говорить, а вот ты там чем-то занимаешься, тебя переклинило. Это только в том случае, если вы переигрываете. С какой-то такой радости вы так захотели сейчас осчастливить все население на земле, причем так рьяно это делаете. Не делайте это. Дайте человеку шанс, дайте ему информацию, он сам разберется, дальше сам решит, что с этим делать. Все очень просто. И в конце концов срабатывает статистика. То есть я к этому, я отношусь к этому, я даю человеку информацию, шанс, он сам решает, что с этим делать. Все. И с таким отношением масса людей начинает этим увлекаться. Они проникаются уважением, я их не тяну, я их не уговариваю. Это очень интересный момент, да. Так вот, и с точки зрения партнерства то же самое. Я ищу людей, когда мы общаемся, когда делаем бизнес предложение, я говорю о том, что я ищу людей, с которыми я буду развивать ту или иную страну. Причем если говорить о перспективе, я абсолютно точно знаю, как за год-два сделать так, чтобы в организации было несколько тысяч человек, доход хотя бы 5-7 тысяч евро в месяц. И при этом абсолютная свобода, пассивный доход, благодаря тому, что колоссальное количество людей получили результат. Вы знаете, что в этой жизни мы имеем ровно ту ценность, мы имеем ровно то качество жизни, либо возврат в виде ценностей, ровно, прямо пропорционально тому, какую ценность мы принесли на рынок. Все. Почему, к примеру, музыкант местного уровня имеет один доход, музыкант уровня страны имеет больший уровень дохода, и музыкант, которого слушают во всем мире, он намного имеет другой эквивалент финансовых ресурсов. Почему так? А потому что он влияет, и он передал ценность большему количеству людей. И за это люди готовы платить ему. Они получают ценность, они получают результат. Точно так же и в нашей идее. Поэтому все прямо пропорционально. Наш доход, вот точно понимайте это, если вы получаете здесь доход тысячу-две тысячи евро, это значит, что ровно в этой степени количество людей получили результат, получили ценность. Это как благодарность. Делай хорошо свое дело, тебе это вернется. Это как, знаете, побочный эффект, так называемый. Пчела летит, она занимается сбором меда, да, а параллельно происходит опыление. Ну, такая вот аналогия интересная. То же самое и в нашем бизнесе. Поэтому вопрос, как, ну, с точки зрения партнерства, то, что мы говорили. Вот два года, параллельно с тем, чем человек занимается, если человек готов включиться, ему эта тема интересна, благодаря системе, благодаря нашим знаниям, о которых мы говорим уже более детально, да, вот на других вебинарах, мы можем любому человеку помочь это реализовать в течение года-двух. Все. Кому это будет интересно, как вы считаете? В Украине, в Европе интересные цифры, интересная сумма, интересная перспектива на полностью готовые идеи. Я вам по-другому скажу, если вы адекватно начинаете говорить и показывать реальную картину, там может быть свет, без свет каких-то эмоций, люди начинают слышать, им начинает быть интересно. И как этих людей включить дальше в процесс. То есть, по сути, напишите, о чем вы должны поговорить с вашим наставником. Первое. Подытожим, и я дальше буду передавать слово Константину Тарнопольскому. Вот. У вас есть возможность с ним сейчас еще пообщаться, потому что его, по крайней мере, ребята в Киеве не увидят, сколько будет, ближайшие 10 дней, да? 10 дней будет поездка по Европе. Вот. Ну, а со мной, я думаю, мы устроим один из вебинаров на Фейсбуке. Заодно и распиарим его, и поприглашаете людей. Причем, люди могут задавать самые каверзные вопросы, можете их готовить, я буду на них отвечать. Мне интересно будет пообщаться на такие темы. Заодно и проговорим, да? Многие моменты для вас будут, я думаю, достаточно интересно. Вот. Значит, пишите. Вы обращаетесь к вашему наставнику и раскрываете такие темы. Первое. Раскрываете для себя концепцию здоровья. То есть, реально ставите цели по здоровью и разрабатываете стратегию, как она достигается. Значит, это первое. Второе. Вы разбираетесь с концепцией развития. Глобально вы должны понимать такую штуку, что достаточно 15-20 семей потребителей, 3-5 партнеров, которым вы научите делать то же самое. Второй вопрос. Где брать людей? Это будет до поездки в Беларусь. Пум-пум-пум-пум-пум. Не уверен. Не уверен. Не знаю. Я сообщу, Константин, на моих страницах, либо в наших группах я сообщу эту информацию. Значит, второе. Ваша задача разобраться с тем, где брать людей. Причем, первая задача будет написать список знакомых. Как это пишется? Юлия Почавская пишет. У меня нет трансляции. Ребята, ну-ка отпишите. Плюсиками, кто меня видит и слышит хорошо. Значит, те, у кого нет трансляции, просто перезагрузите страничку. Замечательно. Ну и запись будет, вы ее получите, поэтому сможете посмотреть. Вам придет на почту. Придешь? Придет на почту? Не знаю. Пусть напишут, чтобы перезагрузить. Напишите, пожалуйста. А, вон написали. Все есть. Обновите страницу. Итак, второй вопрос. Это как и где общаться с людьми. То есть, первое. Это список знакомых. Причем, писать нужно будет всех. Даже тех, которые вы думаете, они абсолютно вам не нужны. Они вам не подходят. Знаете одно, что за каждым человеком могут быть такие рекомендации. Такие контакты. И запомните, кстати, правило. Запомните принцип. В списке каждого из вас людей. То есть, даже вот, понимаем. Вы студент. У вас обычный список знакомых. Так вот, знайте. Что даже без интернета. Даже без сверх каких-то там методов поиска людей. Чисто с вашего списка. У вас есть, как минимум, трое. Константинов Тарнопольских. Александр Розовгородний. Андрей Евниципорович. И других лидеров, которые сейчас присутствуют здесь. В каждом из списка есть три человека. Оксана Синичева. Оксана, есть группы. Ну, обратитесь к людям, которые вас сюда пригласили. Они вам скажут, как группы эти попасть. Максим пишет «Теория шести рукопожачий». В Фейсбуке провели исследование. И выявили, что каждый человек знаком с любым человеком на Земле через 3,37 человека. Через 3,37. То есть, даже не через 6 рукопожатий. Через 3,5 рукопожатий. Мы знаем, я не знаю, там какого-то Зимбабве или Шейха какого-то, у которого Фейсбук настроен. Оксана Синичева. Я пригласил? Оксан, ну, я, может быть, по фамилии просто не узнал. Визуально давайте вы мне напишите в ВКонтакте, либо в Фейсбуке. Я точно, я уверен, что я вас 100% знаю. Вспомню, не помню по фамилии. Да, до короля Евангрии можем добраться. Ну, Максим, ну, до мэра города в Венгрии добрались. Чисто через рукопожатий. Дональда Трампа, Олег. Олег Назови пишет «Дональда Трампа знаю». Ну, красавчик, понятная идея. Значит, смотрите. То есть, список знакомых. Причем, у нас есть разные технологии поиска людей. Начиная от интернета, заканчивая рекомендациями, заканчивая целевыми аудиториями. Вы понимаете, что мы можем работать с любой из уже существующей сетью? Начиная от сети фитнес-зала, косметологии, массажных кабинетов и так далее. Мы не конкурируем, мы можем с ними общаться, создавать деловые и партнерские отношения. Это все список. Значит, это следующая тема. Следующая тема. Вы должны проговорить с вашим наставником, как эффективно людей приглашать, как людей, как эффективно делать первый контакт. Вот как обозначить направление, чем вы занимаетесь? Причем, как это сделать ненавязчиво, как это сделать комфортно, просто... Денис пишет, я знаю Олега, а значит и Трампа-то. Красавчик, ну отлично. Да, хорошая аналогия. Так вот, как им, каким образом делать первый контакт? Вот эта тема, да? Каким образом предложить информацию? Где-то на вебинар, где-то на личное общение, где-то на общую встречу, неважно. То есть, как сделается первый контакт? И следующий шаг, это пригласить человека на встречу к вашему наставнику. И человек, который вас пригласил в этот бизнес, он рассказывает тему здоровья, концепцию бизнеса, смотря на что вы пригласили. Вы садитесь и вы обучаетесь. Все. Вот это вот то, на чем нужно сконцентрироваться сейчас в начале. И сейчас вы должны понимать, что все наши переезды, все наши страны, где мы бываем, вы можете... Саша... Можешь сказать пару слов, как предсалон, предпродукт или бизнес. Григорий, есть разные направления, ну, несколько состояний было определенное. То есть, вы должны понимать, что вы, вот представьте, то, что вы бизнесмен, и у вас реально есть сеть газинов, и вы... реально достигли очень много в жизни. Вы несете достойную идею и говорите об этом точно так же. Итак, с точки зрения предложения, как я это делал? Я был из Момборда. Там мне попала ваша визитка, или там мне люди отзывались о вашем салоне, как одним из, ну, достаточно, скажем так, авторитетных и хорошего уровня. У меня есть к вам деловое предложение, и готов его с вами обсудить. Что за предложение, что вы нам хотите предложить? Я сейчас в Украине, в Европе, и с очень многими салонами, да, вот салоны красоты. Мы сотрудничаем сейчас с очень многими салонами красоты. Наши идеи, наши темы дополняют друг друга. Поэтому есть смысл нам с вами пообщаться, возможно, это будет взаимовыгодно. Говорят, о чем речь и так далее. Слушайте, есть разные варианты взаимодействия, начиная от мультидисконта, заканчивая прямым взаимодействием. Давайте так, мы пообщаемся, а дальше будет видно, как у нас сложатся отношения. Ну, примерно, моду без подготовки, как спич, который бы я сказал, который этим занимается. Все. То есть, вот таким вот образом. С точки зрения формирования мультибренда и так далее, давайте сейчас эту тему развивать. Может быть, вот будет трансляция, и я расскажу, что значит понятие мультибренда. Кстати, хорошая тема, мы можем ее тоже сейчас начинать продвигать. Объединяться со многими людьми в этой сфере. Все, у вас будут нормально воспринимать, и нормально будет трансляционировать. Вот. И каким образом назначить все? Все. Слушайте, как это. Принцип успеха в постоянстве. Запишите это правило. А то вы поработали, оставили, все закинули, опять вернулись. Концентрируйтесь в течение годика. Пропадает запись. Блин, ну надеюсь, что проглючит сейчас. Не знаю, что вам сказать. Ну, давайте так, наверное, запись будет. Не, вот замечательно, да? Поставьте плюсики, как меня видно, слышно? Все окей. Ребят, да, перезагружайте. Страница бывает интернет-канал нестабильный, пропадает. Запись послушайте. Вот. О чем это я? Напомните, о чем я говорил. А, постоянство. Что-то еще до этого я говорил. Какая-то мысль хорошая шла. Ребят, о чем я говорил? Напомните мне. Отлегся я с мысли. Ага, вот, возражение. Когда человек говорит, кто-то пришел первый, типа, вы на него работаете. И там, вот, да, они развиваются, а все остальные там как могут. Каким образом я отвечаю на это возражение? Ну, достаточно и вам, может быть, для понимания какого-то, да, своего. Принцип очень простой. Первое. Когда я ищу партнеров и делаю предложение людям развивать эту тему, первое, я не занимаюсь продажами, это не связано с вложениями. Поэтому никакого моего интереса с точки зрения убедить, красиво рассказать у меня нет. Второе. Тогда зачем? Зачем я об этом говорю? И какой мой интерес? А мой интерес найти человека, который будет схожий с моими ценностями, цели и амбиции. И моя задача помочь ему здесь развиваться и реализовать себя. А теперь очень интересный момент. Представьте, вы живете в Киеве, ну, или в Италии, или еще в любом другом городе. И у вас появляется знакомый, ну, предположим, в Израиле. Или может быть Польша. Или может быть в Украине где-то. Вы не можете поехать в Израиль. Вы не можете там сейчас работать активно. Ну, либо денег нет, либо еще чего-то. А Константин сейчас будет ехать в Израиль. И он, фактически, работая с вашими людьми, ну, если вы назначите ему встречи, либо на общие встречи, либо на индивидуальные, если будет время. То есть, Константин едет в Израиль работать на вас. Когда я ехал в Словакию, я ездил помогать своим партнерам, там, в организации моих людей. Я ехал работать на этих людей. Вы представьте, то, что вопрос работы на кого-то, это абсолютно такое, знаете, как на уровне, я не знаю, это абсурдность. Почему? Это только... Кто еще на кого работает. Кто еще на кого работает. Да, еще интересный момент. Ну, вы должны понимать, мы не для каждого человека так выкладываемся. Мы должны видеть отдачу. Это очень важный момент. То есть, вопрос, кто на кого работает. Когда-то смеялся Алексей Луконин, общаясь вместе с президентом компании, он говорит, Леонид Августович, получается следующее. Я могу, Алексей Луконин, это топ-4 чеков компании, говорит, я могу сейчас оставить свой бизнес, и там полгода, год вообще ничем не заниматься. Причем, кто говорит, сетевой там, или там все равно нужно поддерживать, все равно это будет все там нужно подкручивать, там и так далее. У меня пример Михаила Литинского. Был период, когда я его годами не видел. Он в Индии, в Тибете, к нему не дозвонишься, никаким образом ты его не достанешь. И человек занимается саморазвитием. Он построил так весь этот процесс, то, что он работает без его участия. Абсолютно, с точки зрения сетевого, мы не занимаемся продажами, тут нет вложений денег. Есть сеть магазинов, так же, как и любая другая. А мы занимаемся развитием, мы занимаемся полностью маркетингом, продвижением этой идеи в мир. Причем, это профессия самая востребованная сейчас в мире. Мы знаем, как это делается, у нас есть для этого все инструменты. На качественных ценностных принципах, которые очень комфортны для любого человека. Вот, а как они говорили, слушай, говорит Леонид Августович, президент компании, я же, получается, могу оставить этот бизнес на год до два, это пассивный доход. А вы оставить не можете. То есть, все люди, которые занимаются производством, управляющие аппарат управления всей компанией, они это дело оставить не могут. Поэтому, в этом смысле, вы даже можете позиционировать это, как компания работает на вас. Она создает вам инструменты, создает вам платформу, на которой вы строите свое собственное дело. И когда вы в течение года-двух запустили, оно будет работать без вашего участия. Вот это вдохновляет. И когда мы говорим про международный бизнес, 189 стран. В любой стране мира вы можете оформить дисконт человеку, помочь ему там развиваться, мы знаем, как это делается. И у вас бизнес может расти в 189 странах. Сейчас в Тайванде, вот-вот будет идти официальный запуск, Паттайя офис запустили. То же самое Америка. Официальный запуск сейчас будет, там продукты уже в последней стадии получения лицензии и сертификатов. Мы получили сертификаты в 38 странах уже, в том числе GMP стандарты. То есть, это идея, которая имеет колоссальный масштаб. 2 миллиона человек максимум по всему миру этим пользуются. Друзья, ну что, подытожить всю тему, о которой мы сейчас с вами говорили. Вопрос в одном. То есть, вот эти темы, которые вам нужно все равно судить с наставником. На какое событие ближайше вы едете, чтобы самому обучиться, и на какое событие люди приедут вместе с вами. Некоторые события озвучиваю вам. Первое, значит, событие в Будапеште. Мы все будем туда ехать. Ну вот, Константин дальше продолжит. Он расскажет немножко подробнее о важности и зачем это нужно. Событие в Будапеште, апрель-май. Еще точно даты неизвестны. Знаешь, Кость, да, то, что еще даты под вопросом сейчас. На май могут подвинуть Будапешт. Да? На первые даты. Ну посмотрим. Там сейчас смотрят по праздникам европейским, чтобы не совпадало, чтобы людям максимально было комфортно. Андрей, под вопросом. Под вопросом. Ну, может быть, уже и утвердили, но вот буквально там две недели назад было еще под вопросом. Может быть, утвердили. Спасибо. Ну, узнаем эту информацию, точно уточним. Значит, второе. Первого-второго апреля у нас будет съезд всей нашей команды, как у нас был когда-то. Причем на это событие приедут другие лидеры, в том числе будет Анатолий Сигнеев, другие еще мастера. Первое-второе апреля. С залом у нас небольшая беда, мы сейчас будем очень активно заниматься поиском, потому что у нас количество людей растут, и уже залы, ну, скажем так, чтобы это и уровень был нормальный, да, и цена, соответственно, чтобы люди ваши могли как можно проще попадать туда. Ну, в общем, мы найдем место, которое устроит нас по всем критериям. Кстати, у кого будут варианты по залам, подпишитесь, может быть, мне напрямую. Что такое? Это мы решим. Решим сами? Вдруг у кого-то есть контакты? У меня есть. Хорошо. Окей. Вот. И что у нас дальше по событиям? Первое-второе, потом Будапешт, а потом у нас конференция в Минске, будет, на которую тоже мы едем уже с огромной-огромной командой. Это будет событие, на которое съедется вся компания. Вот это вот наши планы ближайшие. Константин сейчас завтра собирается вылетать. Ромада Энкор. Ну, Олег, да, клевый зал, поэтому, скорее всего, будем переходить уже на Ромаду. Отлично. Я сейчас передаю слово Константину, а он заодно вам расскажет о своих ближайших планах, ну и как вам воспользоваться возможностью того, что наставник готов вам помогать. Кстати, я вам один момент такой скажу. Вы понимаете то, что в свободном доступе, ну и я, и Константин в частности, мы не всегда 100% будем, но это объективно. Что скоро откроется Америка, Таиланд, Европа больше начнет развиваться, мы начнем больше ездить. У нас ближайшие планы наши, 2-3 года мы 100% одержим этой идеей. Мы готовы максимум сейчас выложиться. Отдыхать потом будем. В общем, мы успеваем отдыхать, а сейчас вы не переживайте. У нас все равно в гармонии происходит, мы путешествия на путешествии, в том числе чисто с семьей в плане отдыха. Вот. Так вот, сейчас мы готовы включиться, поэтому воспользуйтесь этим временем. У вас, грубо говоря, есть 2 года, максимально сжать это время. И вот сейчас Константин расскажет вам о том, как вы можете повзаимодействовать. Ну что, я передаю слово. У нас вебинарное. У нас есть 2 года, у вас, может, больше. Вопрос то, как захочет. На самом деле, спасибо, Александр, столько информации, что уже я думал уже брать ручку записывать, хотя слышу это много раз, но постоянно как по-новому. Ну что, ребята, на самом деле, все очень круто, потому что воспользоваться событиями очень важно. Во-первых, кому помогают наставники? Запишите себе в первую очередь. Тем людям, которые берут взаимообязательства. Партнерство это не просто я хочу. Партнерство это тот человек, партнер это тот человек, который берет взаимообязательства. В обычном бизнесе, как и везде, есть такое понятие. Причем, в данном случае, вы просто не подписываете контракты. Вы не теряете никаких что-то сенсанций нет. Нету каких-либо там судов, пересудов. Здесь есть простые человеческие отношения. Это бизнес отношений. И тут вопрос. Какие вы такие люди? Какие вы такие люди приходят к вам в команду? Это очень, кстати, глубокие вещи. Пересмотрите внутреннее состояние свое. Потому что я, когда начинал этот бизнес, я отпустил все, что мне мешало. Злобу на людей, на каких-то там конкурентов. У меня это тоже было. Я прошел очень серьезный путь в бизнесе. Поэтому в этом случае это отпускайте. То есть, не надо ни на кого злиться. Отпустите все эти вещи. Плюс, любой человек, к которому вы пообщаетесь, может через несколько лет посетить вам несколько тысяч долларов. Это то, о чем блют сегодня Александр. Это реально факт. Потому что благодаря одному мне, у меня сейчас организация, сейчас около 3000 человек. Я говорю о начале с меня. На самом деле, все это командная работа. Я благодарен каждому, кто есть. Во-первых, хотел поздравить. Январь месяц очень круто прошел. Ребят, просто вопрос тех, кто начал делать простые действия по взаимообязательствам, это пользоваться продуктом, потому что это ваша эмоция. Это темп встреч. Причем реально, это простое ситоотбор, это статистика 20 на 80. И кто это начал делать, тот убедился в том, что произошел рост. Причем ребята выросли. Я очень счастлив, я очень кайфанул от того, что произошло в январе. Причем, казалось бы, Киев, Украина, праздники, Рождество, первые 10 дней практически все выпали. Но, новый золотой директор Петр Симонович был серебряным, с одним директором, сейчас сразу с четырьмя. Это новый золотой директор Алексей Бобыль. Причем с премиями эти ребята все. Сергей Клименко с золотой с премией, Андрей Клименко серебряный с премией. Ребята все выросли в статусе и все увеличили товарообороты. Это Эдуард Костюк, смотрите, какая ситуация, как работает бизнес. Эдуард Костюк пришел ко мне на встречу. Первое, простой студент, вроде бы казалось, простой семьи, без навыков большого бизнеса. На следующий день это человек, который бизнес в 12 странах. Мира, его товарооборот на следующий день около 400 тысяч долларов в год. Причем благодаря просто одному общению ВКонтакте и просто поэтапной сделке сейчас бизнес в Германии, где ребята просто рванули колоссально. Это семья Юлии и Натанеля Драд. Ребята, по этому месяцу товарооборот там больше 10 тысяч баллов, это 15 тысяч долларов и 6 новых квалификаций, 6 новых ребят, которых они вывели на доход. Запомните одну вещь, не думайте о себе в самом начале. У вас должны быть свои цели, но думайте о людях. Потому что я успешен. Эту фразу наложите каждый себе, всегда ее проговаривайте. Я успешен только в одном случае, когда успешны мои люди. Все, по-другому быть не может в этом бизнесе. И это реально очень важно. И это простые пошаговые действия. Простые. И это реально очень круто, потому что ни в одном бизнесе я не находил той самореализации, которую здесь нашел я. Потому что я не готов был платить больше денег просто так своим рабочим, которые работают на работе. Но если человек работает на работе, то ему платят столько, сколько он заслужит на сегодняшний день. И как бы это не звучало грубо, то есть моя зарплата, если мы говорим о работе, зарплата, зарплата это цена на сегодняшний день. Вопрос. Самому определить себе цену. Я точно знаю, что я могу больше, и я стою больше. Я знаю точно, что я могу сделать тот путь, пройти тот путь, который уже прошли другие люди. И причем не важно, кто когда пришел. Я не смотрел никогда на это. Вопрос, кто я, кто лидер. Мне в Киеве говорили, Киев большой город, мегаполис, людям тяжело добираться до людям тяжело добираться до офисов на презентации. Я пришел ломать статистику. Я знаю точно, что каждый из вас сидящий на той стороне экрана сейчас. Каждый. И сейчас примет решение, что он за год, причем, ребят, поверьте, год, год серьезной работы у вас может измениться полностью жизнь. Пример Андрей Ницепорович, он принял решение за год, он сделал то, что я не мог сделать за полтора. Он это сделал за год. Это Александра Бельгейм, девочка 20 лет. Которая, да, это моя дочь, но я с ней работал как наставник, и я показывал этот путь. На следующий день это человек, который пошел рост в разных организациях. Это кто приходит в компанию, бизнесмены, причем приходят люди, которые понимают уже, что деньги это не просто, ну, деньги это не ценность, деньги это не первая необходимость. Деньги это тот инструмент, который дает свободу. И вопрос, что будет дальше. Александр Добровольский, бизнесмен с обродным опытом, я знаю его уже 20 лет. На сегодняшний день, за январь месяц, будучи серебряным директором, сейчас и сумрудный директор, плюс 4 директора. Причем это все событие, которое было в декабре, вот на событиях идет рост, на событиях идет драйв. Сейчас вот было событие у нас, однодневная школа по бизнесу, которая тоже дала огромные всплески и эмоции, и плюс развитие, и рост. Да, вот Эдуард Костюк пишет, событие равно рост, 100%. Сейчас у нас будут события в феврале, это антикоуч, сюда уже мест нету, закрыто, вот я смотрел, Александр Подпорин выставил даже пост, что вообще мест нету. Next, кто успел, тот попал, кто не успел, тот не попал, но это не конец дальше. В этом месяце, февраль месяц, кто только начинает или кто хочет очень сильно, то есть кто знает, кто такой Алексей Луконин, кто не знает, спросите у тех, кто пригласил. 20 числа, 20 февраля уже известно, отель Весак, город Киев, 20 февраля отель Весак, город Киев, после Next, кто до 20 числа, не включительно, до 19 включительно, сделает товароборот 500 баллов в феврале для новичков, кто начинает сейчас стартовать, и вам наставники могут в этом помочь. Или директора в январе могут попасть на эту школу. Закрытый тренинг от золотого мастера компании, члена президентского совета. Человек, который в бизнесе более 20 лет, в сетевом бизнесе, и который имеет огромнейшую миллионную организацию по всему миру. Человек, которого очень многие учатся, очень многие, кто поменял жизнь. Это реально уникальная возможность, причем Алексей Луконин очень редко бывает в Киеве, ребят, это эксклюзивные вещи. То есть, записали, да, 18.00 отель Висак, 20 число. Попадают только те, кто сделает допуск. Ребят, ну, информация бесплатно не бывает, за вход деньги мы брать не будем, но сделайте что-то, чтобы туда попасть. Это реально очень круто. Дальше, по поводу моей поездки в Израиль. Я реально сейчас в предвкушении в своей поездке. Я первый раз еду в Израиль, кстати, мне не было никогда, не знаю, не доводилось, хотя думал об этом. Еду я не сам, еду я со своей сестрой Лесей Тарнопольской, которая приняла решение в ноябре работать на Израиль. Причем, это была вот просто вот мысль, просто как идея, как цель. Эта идея превосла в цель, цель стала следствием действий, действия привели к тому, что уже нас ждут где-то 15-20 человек на встрече и появляются новые люди. То есть, да, и мы сейчас летим вместе, потому что реально Израиль, население 5 миллионов, как Киев, в принципе, но 3 миллиона русскоязычного населения и только 30 тысяч долларов товароброд на всю страну. А теперь представьте себе масштаб мирового рынка. Почти 8 миллиардов, 189 стран доставка продукции, 38 стран сертификации. Это просто нереальные вещи. Вопрос научиться делать то, что делают люди. Причем, помните, да, я успешен тогда, когда успешные мои люди. Вопрос, кому я буду помогать? Тем людям, которые делают 3 вещи. Пользуйся продуктом, потому что это не тот бизнес, когда директор колбасной фабрики свою колбасу детям даже нюхать не дает. Второй момент. Это действие. Это действие, это просто статистика, отбор. И нам останется профессионалом. Как позвонить, как пригласить. Для этого есть школы, для этого есть отработка навыков. Но даже, как бы я вам сейчас не сказал, все равно вам нужно будет иметь свой навык. Навык, это, кстати, единственная вещь, в которой невозможно вставить флешку, записать на флешку свою мозгу и вставить вам. Это нереально. Это нужно пройти путь, отработать. Но тут вопрос зависит от внутреннего состояния, от желания. Потому что, когда меня спрашивают, ребята, как ты достиг того, что ты достиг за 15 лет, а поверьте, за 15 лет много чего увидел, я не знаю, как я это достиг. Я не знаю, как. Я хотел сильно жить. Я хотел сильно жить, я хотел реально дать своим семье, детям другие вещи. Я сейчас говорю об этом, знаете, с мурашками по коже, потому что я кайфую не от того, что сейчас есть, а кайфую от того, как я изменился. Кайфую от того, что я преодолел. И я смог это сделать. И реально я сейчас обучаю этому других ребят. Я сейчас кайфую от того, какая команда сейчас у нас с Александром Завгородим, какие ребята, как сейчас расти начались. И вот Наталья Швырина очень крутой рост показывает сейчас. Дмитрий Скачков, и Эдуард Костюк, под ним ребята в Германии. Олег Назови, Любомир Геляс, Ксюша Борисенко вот пишет. Да, это девчонка, которая телефон, и скиньте мне письма на почту в Microsoft в этом, в вордовском формате, чтобы я понимал от кого, чтобы я в смс-ках потом не искал. Мне будет проще по... Я вам сейчас пишу почту здесь, свою. Я постараюсь отработать. Только так, чтобы люди уже ждали моего приезда и звонка. Лучше желательно Viber, потому что я не знаю, или у меня будет израильский телефон, и когда он появится у меня там, я посмотрю, я вам скину. С 2 по 11 число мы с Леси Тернопольской будем там. Это вот то, что мы приняли решение, и нас там ждет очень много людей. 6 числа, вторник, 6 числа, вторник, город Нитания, там, где представительство компании... Представительство компании 19.00 мы будем проводить городскую встречу, открытую презентацию. 6.02.19.00 город Нитания. Приглашайте людей, где мы покажем глубину, как умею, так и покажу, ребят, но вроде бы получается, поэтому поработаем на всех. Дальше мы еще не знаем, какие будут планы, где мы будем оставаться, Нитания, или вернемся в Тель-Авив, потому что люди есть везде, передвигаться... К сожалению, я туда не могу поехать машины, обычно в Европу путешествуют машины, но в Израиле только самолетом. Дальше мы приезжаем, у нас событие 18.00-19.00 число, это Антикоучи Next. Потом у нас поездка, то, что Александр говорил, Италия. Я еду в Италию, еще не знаю, в первых числах марта, 5.00 мы отлываем в круиз, 12.00 возвращаемся, и я остаюсь в Италии еще на 10 дней работать, поэтому начинайте делать простые вещи, начинайте готовить людей к моему приезду, у кого есть люди. Я буду в Раджемиле, Андрей, я буду в Неаполе, я буду в Болонии, я буду заезжать в Рим. Это будет 10 дней, я буду делать максимум для того, чтобы каждому помочь. Вопрос взаимообязательств. Ребята, буду помогать в первую очередь тем, кто это делает. Ну, поверьте, я буду даже просматривать Курал Ордер, я не хочу, я хочу, если я выкладываюсь, а я выкладываюсь, Саша говорил, кто на кого работает, я, поверьте, я готов помогать, готов максимум отдать себя тем людям, которые делают максимум на встречу. Это по-честному, согласитесь, и я думаю, что вы точно так же будете относиться к своим командам и поймете потом, потому что все хотите... Максим, буду пробовать, буду стараться всем помочь по ситуации. Мы все рождаемся в одинаковом положении, мы не умеем писать, говорить, читать, и в принципе ничего. Денис, ты плохо слышал, с 5 по 12 марта я в круизе, с 12 плюс 10 дней я работаю, Виталий. Ребята, которые прошли уже путь какой-то со мной, с Александром, с Гронием, понимают, насколько мы верим каждого человека. Вопрос в том, что за вас делать только не сможем. Вот реально проблема, только за вас делать не сможем. Помочь сможем, сделать не сможем. То есть, ну это нереально. То есть, вопрос начните делать, и тогда у вас все начнет получаться, и будет формироваться навык. И вопрос просто пошаговых действий. Я хочу к нему вернуться, чтобы вы понимали. Есть просто схема, обычная, простая схема. Встречи, школы, презентации, семинар. Все. Встречи, школы, презентации, семинар. Больше ничего не нужно знать. Есть сито отбора, встреча с наставником, или один плюс один, сами. Если интересно, повторная, групповая встреча, 8 плюс 1, это может быть скайп, это может быть оффлайн, где-то в кафе встреча. Третье, это запускать в школу системные вещи, то есть презентации, где вы обучаетесь раторскому искусству, выступать на сцене. Запомните, большие деньги на большой сцене, и через сцену, когда будут проходить ваши люди, это будет реально очень круто. И потом это событие. 1-2 апреля мы буквально в ближайшие дни подготовим зал, и уже будем работать на это событие. И потом в планах у нас с Александром больше полутысячи вывезенных людей в Минск на это мероприятие. Ребята, кто не был на форуме, я не знаю, как вам это передать, и что может быть, но еще один сюрприз. Для моей только организации, то, что я подготовил, то, что я показал на событии. Только те люди, которые станут, или те, кто уже будет, или те, кто уже есть статус изумрудного директора. Я вам включу сейчас видеоролик, вы посмотрите, и вы поймете, о чем я сейчас говорю. Это промоушен, который лично от меня, для моей команды. Ну что, привет! Вы видели, да, я зашел в итальянский ресторан Pesto. Это знаково для меня сейчас, именно в этот момент, потому что я сидел в этом ресторане, пью кофе. И вспоминаю, как я когда-то мечтал о том, как у меня будет большая команда, как у меня будет большой международный бизнес. Ну, было непонимание, было страшно. Ну, была проделана колоссальнейшая работа над самим собой, над мозгом. И где-то пару лет назад, когда уже начало получаться, когда ребята начали расти, я тогда озвучил, «Ребят, я мечтаю, я вижу нас на семинаре в Венеции». Это моя вторая родина, можно сказать, в Италии, потому что с Италией мне связывает вся моя жизнь сознательная с 19 лет. И сейчас это начинает мечта сбываться. Сбываться, причем я сейчас, ну, как ребенок радуюсь тому, что я представляю, как мы ходим по итальянским улочкам в Венеции. Где есть мостики влюбленных, где есть площадь Сан-Марко, где можно покалюметь голубей судьи. Красивые, но и гондолы, где можно покататься по каналам Венеции под певание итальянских песен гондолера. Это просто непередаваемо. И вот наша мечта близко, она начинает сбываться. Юль 2017. Венеция Только изумрудные директора Венеция 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 Верь в себя До встречи в Венеции Ну что, ребят, как вам вообще промоушен? Я знаю точно, что туда поедут новые изумрудные директора. Те, кто сделает то, что... На самом деле это не сложно. Вот мы с Александром Воровольским общались буквально пару недель назад. Он говорит, типа, вот Костя, я планирую изумрудного директора на апрель месяц. И он, верно, рез сделал изумрудного директора. Вопрос в чем? В энергии, в драйве. Вívе. ��不用ним служебных людей. Бог было в ней televизiumonos 50-90 лет. И и имел те ценности, которые... ...человеко успешный директора. Это и мир. который будет здоров, который будет успешен, которым будут гордиться дети. Который будет свободным человеком. Ведь мир еще так велик, и мы так мало еще видели. Ребят, просто начните делать. И в Сталин Доброльский перед этим чемодан собрали. Саш, я очень рад, искренне, да, то есть с твоим достижением. Я знаю, что каждый это может сделать. Вопрос просто, озвучьте свои желания, начните выполнять взаимообязательства. И все у вас начнет получаться. Потому что по-другому просто быть не может. И после Минска, в июле месяце, после форума, буквально сразу через неделю, мы стартуем автопробегом по Европе, в Венецию, с теми людьми, которые станут международными директорами. Ребят, ну что, желаю вам всем роста. Поздравляю всех тех, кто растет. От экрана идет тепло. Спасибо, Олеся. Желаю всем тем, кто с нами. Желаю всем тем, кто старается стремиться, чтобы ваши все мечты сбывались. И могу вам пожелать только одну вещь на ночь. Одну. Ложитесь мечтой. Просыпайтесь с целью. Пока ваша цель не достигнута, задавайте себе вопрос. Каждый день то, что делаю сегодня, ведет меня к тому, о чем я мечтаю. Если да, вы счастливый человек. Если нет, начните действовать. Только в действиях. Хорошего вечера. Всем пока. До встречи уже в онлайн эфире, на фейсбуке. С Израиля. Новостей. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok